Ковы причины потери мышечной массы? Основной вопрос, который мучает людей не только с возрастом, как это принято думать, но и в подростковом возрасте. Малоподвижный образ жизни – одна из самых распространенных причин потери мышечной массы. Но есть и другие причины, о которых мы сейчас и поговорим. Основные причины потери мышечной массы многие люди не понимают, почему у них происходит потеря мышечной массы. Но, как ни странно, часть из них с этим мирятся и ничего не предпринимают, что является большой ошибкой. Итак, что же может провоцировать потерю мышц? Отсутствие правильного питания при похудении – причины потери мышечной массы. Большинство худеющих сталкиваются с такой проблемой, как потеря мышечной массы. Это и неудивительно. Если человек не знает о правильном питании во время диеты, многие хотят похудеть, что просто перестают кушать. Тем самым лишают себя всех необходимых питательных веществ, которые необходимы нашему организму. Отсутствие белков, содержащей пищи – прямой путь к потере мышечной массы. Если вы активно занимались спортом долгие годы, но в один прекрасный момент уменьшили нагрузку, неудивительно, что вы заметили потерю первоначальной мышечной массы. Мышцы так устроены, что им постоянно нужна определенная нагрузка. У каждого она разная. Зависит от физической подготовки и нашего организма. А если вы полностью отказались от привычных тренировок, пусть даже не по своей воле, со временем мышцы будут становиться все слабее и слабее. Люди халатно относятся к своему здоровью. Особенно раньше. Это сейчас стало модным трендом вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Но и в настоящее время находятся индивидуумы, которые не следят за своим здоровьем и принимают все изменения как должное. Заболевания поедающей мышцы. Сахарный диабет. Расстройство щитовидной железы. Поражение надпочечников. Расличные заболевания, которые вызывают недостаток питательных веществ. У людей сложился странный неправильный стереотип о возрасте. Все зависит от человека. Один в 18 лет может выглядеть намного старше своего возраста, а другие в 50 на 20. Но это влияет множество факторов и индивидуальные особенности нашего организма. Образ жизни, питание, состояние, здоровье, физическая подготовка. Поэтому не возраст правит человеком, а человек возрастом. Хочешь всегда быть молодым, энергичным и здоровым, делай для этого все, что в твоих силах. Занимайтесь спортом. Если есть ограничения по здоровью, делайте то, что можно. Главное, не сидите на месте. Ведите активный образ жизни. Если хоть немного сбавите темп, это войдет в привычку. Избавиться от которой будет трудно или вообще невозможно. По причине того, что ваш организм перестроился на новый лад. И любые изменения для него стресс. Вода, белки и углеводы даже без занятий могут поддерживать наши мышцы. Кушайте правильно и регулярно. Катайтесь на велосипеде, играйте в спортивные игры на природе или просто запишитесь в бассейн. Помните, что любой стресс отнимает у человека жизненную силу, здоровье и молодость. Поэтому берегите свои нервы и нервы ваших близких. Мыслите позитивно, больше улыбайтесь. У человека безграничные возможности в современном мире, но, к сожалению, этим мало кто пользуется. Переходите на новый жизненный уровень, занимайтесь спортом, следите за своим питанием, принимайте витамины и проводите больше времени на свежем воздухе. Помните, что не только усердные занятия фитнесом влияют на мышцы, но и правильное питание. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!